2018 год – это год веры, год поста, молитвы и поклонения. Если вы внимательно будете слушать то, что я буду говорить, я сегодня буду обращаться, фактически, не только к нам, которые в общине, но и к гостям. А кто у нас в гостях? Я вижу, там с Николаева есть уже люди, да? О, амэн, амэн, спасибо, что приехали в наш хороший город. Если вы хотите к оперному театру, это немножко так вверх-вверх по лестнице. Мы недалеко, вроде бы центр, но когда добраться сюда, то еще нужно знать, куда. Амэн. Но, смотрите, хочу сегодня говорить об интересной теме, потому что на эту тему меня натолкнул пост в интернете. Пост, который имел забавное выражение, то есть сам пост, он был забавный, с каким-то намеком таким. Когда ты ушел, и тебя никто не знает, не зовет, вернее, никто не зовет, значит, ты идешь в правильном направлении. И знаете, когда я прочитал этот пост, я думаю, наверное, это неверующий человек вообще пишет о своих чувствах, переживаниях. Но если верующий человек пишет о том, этот пост, то, наверное, он пытается выразить и удовлетворить личное эго в том, в чем оно находится. Когда ты ушел, и тебя никто не зовет, значит, ты идешь в правильном направлении. Для тех, кто написал такой пост, я бы хотел предоставить библейские основания, почему это не так. Почему это неправильный путь. В Новом Завете есть одна история, которая касается удивительных событий, которые потом переросли в традицию, которую мы делаем каждую третью субботу или первую субботу. Кто как может. Ту традицию, которая, она стала тайным, таинством таким сильным-сильным. Но я хотел бы вас вернуть в ту ситуацию, когда и что происходило. Потому что Ишуа делает заявления, которые для многих из нас, не знающих, например, Писания, или тех, кто вообще не знает, что вообще там происходило, кажутся эти выражения очень странными, очень пугающими. Ишуа же сказал им, это Иоанна 6 глава, я буду читать очень длинное местописание, с 53 стиха по 67 стих, долго. Я буду читать медленно, чтоб все услышали. Ишуа сказал им, истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий Мою плоть, пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу Его последний день. Эти даже слова слышать людям, которые знают, что употребление в крови, в рацион даже пищи, это является уже нарушением всех заповедей. Очень страшное состояние. И в ихнем разуме начинается борьба. О чем он говорит? Что он говорит? Как это должно быть? Не соответствует Писанию, не соответствует одному, третьему, четвертому. И дальше, едущий Мою плоти, пьющий Мою кровь, пребывает во Мне, а Я в нем. Как послал Меня живой Отец, и Я живу Отцом, так и едущий Меня жить будет Мною. Сей-то есть хлеб, сошедший с небес. Не так, как отцы ваши ели ману и умерли, едущий хлеб сей жить будет вовек. Сей говорил в синагоге, уча в Капернауме. В том Капернауме, где он учил, избавлял от бесов, где говорили, какая мудрость. В том же Капернауме, где он исцелил тещу Петра, большинство учеников было оттуда, большая часть. Они там находились, они пришли в синагогу, где их учитель заявляет то, что не вмещается в их разуме. Многие из учеников вас слышат, то говорили, какие странные слова. Кто может слышать это? Но Иешуа, зная сам в себе, что ученики его ропщут на то, сказал им, это ли вас соблазняет? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где прежде, Дух животворит. Плоть не пользует немало слова, которые, я говорю вам, суть Дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие. Ибо Иешуа от начала знал, кто суть верующие и кто. Это множественное число, друзья, чтобы вы слышали. Там не только что он знал об одном неверующем человеке, который был Иуда. Кто предаст его? Он знал, кто предаст его. И там было несколько человек. А потом еще, вообще еще сказал, вы все убежите от меня. Вы все покинете меня. И сказал, для того, я говорю вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от отца моего. На это, с этого времени, многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иешуа сказал 12, не хотите ли вы отойти? Вы сказали, а к чему это? Иешуа не позвал обратно тех, кто ушел. Но это не означало, что они шли в правильном направлении. Он не сказал им, извините, извините, вы меня неправильно поняли. Вернитесь сюда обратно. Мне нужны ученики, чтобы папу, как бы сказать, показать, что я что-то стою. Он не позвал тех, кто ушли. И это не означает, что они шли правильным путем, потому что Иешуа говорит, если Отец мой не откроет, не призовет и не откроет, то они не будут открыты. Бог призывает, Бог делает. Дальше Иешуа также предлагает ученикам воспользоваться этой возможностью сделать о себе мнение. Они же говорили, что он говорит. Кто может это слушать? Кто это может слушать? И он говорит, сделайте выбор. Он ни в коем случае не говорил, извините, пожалуйста, ну хоть вы останьтесь. Ну, пожалуйста, останьтесь. Он говорит, хотите? Хотите? Вот дверь, как у нас говорили. Да? Да, да, да. Чемодан, вокзал, до свидания. Ты кто такой? Так что существует ситуация, когда люди решают нарочно, то есть преднамеренно идти в обратном направлении против движения. И это не означает, что делают правильное решение. Есть люди, которые намеренно делают поворот, идут в противоположную сторону, и это не означает, что они делают правильно. Мы говорим, что Бог один. Одна вера, одно крещение. А знаете, что это означает? Что это один путь. Этот путь, он ведет вперед. Он ни в коем случае не имеет двойного разрешения. Невозможно, когда все движутся в одном направлении, повернуться и идти обратно, противоположно. Уходить от того, что нас ожидает. Единственное движение, которое Бог уже предусмотрел для человечества, для каждого из нас, для каждого из нас, кто приняли его. У него есть цель, у него есть предназначение, у него есть откровение для нас. Ишуа высвобождал откровение, которое им не вмещалось. И они сказали, достаточно, не понимаю, не знаю, не хочу и ушел. И это не означало, что они сделали правильно. Так почему многие решают так халатно выставлять личные чувства за истину? Наверное, они недооценивают последствий. Чаще всего люди недооценивают последствий пойти против вражна, против движения, против течения плыть. Они не смотрят, не видят, какие будут последствия. Они, наверное, же так же не понимают или не считают предложение Бога серьезным. Его предложение очень простое. Где я, там и вы будете. Я хочу, чтобы вы были там, где я. А чтобы быть там, где я, вы должны следовать за мной, а не от меня. А может быть, идти против течения, это их стиль жизни. Ты сказал, одно, он тебя перечит. Ты говоришь, не иди, он идет. Не делай, он делает. Потому что так считают нужным. Но давайте рассмотрим несколько писаний, в которые мы верим. В те, которые вдохновляют нас, как верующих людей. Этими словами мы утешаемся и называем эти слова благодатью. Еремея 29, 11. Те слова, которые из Ветхого Завета, из Танаха, для всех нас являются большим-большим утешением. И вот только я знаю намерения, какие имея вас. Кто знает о нас намерения? Сами мы? Говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущее и надежду. Бог говорит, только я знаю, как дать вам надежду на будущее. А будущее, это движение вперед, как Бог направляет. Мы верим в наше определение. Кто верит, что мы определены Богом? Призваны делать то, что мы должны делать. Первое, мы призваны благовествовать. Говорить о том, что Бог сделал в нас и через нас. И как Он сделал через свою смерть на Господом кресте. Самое интересное, что мы верим, что эти определения должны не вредить нам. Божьи определения не должны нам вредить. Мы, наоборот, мы верим, что эти определения должны помочь нам процветать. Кто в это верит? Потому что у нас уже есть вся полнота. В Боге она уже в Вишу Мессии дана нам эта полнота. И мы верим, что Божье благоволение к нам, это называется благодатью. Это благодатью мы движемся, живем, существуем. Потому что мы верим, что Бог, Он милостивый к нам, Он Бог, есть любовь. Притча 19, 21 стих. Много замыслов в сердце человека. Кто скажет, что у нас мало замыслов? Каждый день, чуть-чуть отвлеклись, уже у нас мысли какие-то. У нас есть уже планы, что будет после собрания, с кем пойти. А по дороге кто-то остановил, может, изменили на свои планы. Но смотрите внимательно, что говорит Писание. Что много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом. Определенное Господом. Как можно уйти от определения Божьего, если мы повернемся в обратном направлении против течения, против рожда, против того одностороннего движения. Знаете, я говорю одностороннее движение, потому что один из примеров, который привести, те, кто в Одессе живут, и водители понимают, о чем я говорю. Почти до 2000 года, Ришельевская, которая от оперного театра до пожарки, это была двухсторонняя дорога. В основном. Фактически, насколько я помню, от оперного театра до греческой. Греческой, да, это было двухстороннее. Потом от греческой до жуковского было у нас одностороннее. И дальше, то есть дальше. Это было так типа после 2000 года, до где-то пару лет. Потом сделали от оперного до греческой, от греческой до жуковского, двухстороннюю. Потом сделали, как бы в прошлом году и на жуковского поставили знак, что нельзя ехать. Теперь вся греческая, Ришельевская, от оперного театра до пожарки односторонне. Конфьюз, полный. Честно скажу. Привык. Вот ехали мы раньше, у нас собрание было на жуковского, это одно. Потом у нас было в Ришельевской, угол греческой. Я ехал спокойно по Жуковского и поворачивал направо по Ришельевской. И спокойно по одной линии доезжал до собрания. В этом году я уже несколько раз заворачивал. Несколько раз. И знаете, пока едешь, и никто тебя не моргает, ты понимаешь, что ты едешь в правильном направлении. Но когда перед тобой становится, тебе моргает и тебя не пускает, ты понял, что ты где-то попал. И это подсознательно. Это происходит подсознательно. И хорошо, слава Богу, что у нас умные люди, по-одесски, вежливо сказать, развернитесь, молодой человек, вы пропустили свой перекресток. Разворачивались, если спокойно дадут проехать, поблагодарил. И поехал, типа покаялся и, главное, не греши больше. А сколько было таких вещей, когда люди забывали или не засмотрели, что там свой знак, а ехали, как нужно, и авария. Одна, вторая, третья. Сколько раз это было. И вот интересный пример, который, знаете, вот в Писании есть. Я вам приведу. Знаете, намеренное изменение движения в противоположном направлении всегда подвергает человеку опасности. И не только его, но и тех, кто по правилам следует за Богом. Опасности подвергается не только человеку, который идет против, а и те, кто следует по правилам. Интересный пример мы находим в одной из книг пророческих, которые в Танахе. Я буду читать его, понимаете, о ком я говорю. И было слово Господне Кионе, сыну Амафину. Встань, иди в Неневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня. Встань, иди в Одессу и проповедуй, потому что злодеяния Одессы дошли до меня. Кто так думает, что Одесса нуждается в спасении? Знаете, и тут у нас есть решение, как у Ионы. Дальше написано. Встал Иона и пошел благоведствовать. Пошел в обратную сторону. Друзья, он, чтобы бежать, фарсис от лица Господня пришел в Иопию, нашел корабль, отправляющий фарсис, отдал плату за провоз, и вошел в него, чтобы плыть с ними, фарсис, от лица Господня. Еще раз. Пока он ишел, он думал, что он делает правильно. Бог его призывает. А когда человек что-то делает, да, он всегда считает, что то, что он делает, это правильно. Если тебя никто не зовет, а ты ушел, значит, ты что? Идешь правильно. Бог вдогонок Ионе не кричал. Из дыма, да, или из облака, как Моисею проговорил. Иона, стоять! Куда пошел? Извини, пожалуйста. Он ишел. Путь был непростой. Он пришел, мало того, что не просто сел возле берега и думает, что делать дальше. Он нашел корабль, чтобы увезти тебя далеко-далеко за синие моря. Возможно, вы скажете, это Танах. Мы же не под законом живем. Многие так говорят, там, типа, мессианская община возвращается в закон. Я вам скажу, что так. В Танахе, да, конечно, много того, что нам приписано. И сложно следовать за всем тем, что написано. Но в Брик-Хаташа люди говорят, Мы под благодатью. Любеобильный Бог, любеобильная благодать так, что покрывает все на согрешения. Потому что даже хула на Духа, что не просится, но хула на отца просится, на сына просится. Хула на ближнего, на маму, на папу, на всех. Только хула на Духа, что не просится. А все остальное, ну что, по благодати же живем. Что же мы и так должны? Знаете, наверное, вы правы. Но все же, Деяние апостола, 26 глава, 14 стих. Раб Шаул повторяет ситуацию, в которую он попал. Все мы упали на землю. И я слышал голос, говорящий мне на еврейском языке. Саввел, Саввел, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против? И секунду. Новый Завет. Куда он ушел? Он считал, правильно ушел. Ревнитель Божий. Любил закон. Он был, знаете, любил настолько Бога, что не стеснялся убивать людей. Но это ревность, друзья, это ревность. У нас сегодня тоже такие есть. Настолько любят Бога, что убивают языком всех тех, кто против. И шел в сердце своем делать правильное дело. Имел письмо от людей. Мало того, письмо от священников. Пойти в Сирию, в другую страну. И сделать маленький геноцид. Правильно? Сердце-то, он ушел правильно. Но что-то произошло. На пути. Даже когда ты идешь против вражда, это не значит, что ты делаешь правильно. Сам был выремнитель. Но Бог возлюбил весь мир. Так или нет? Ибо так возлюбил Бог только Израиль и только южную часть из Него. Потому что там очень мало евреев. И ради вот этих маленьких, на южной части Красного моря, Элате, он послал своего сына. Нет. Ибо так возлюбил Бог весь мир. Включая тебя, меня, Павла, Иону. Что он что-то сделал. Для одного он посылает бурю. В море, для другого, яркий свет. Чтобы не остановить их. А привлечь к себе внимание, друзья. Когда в нашей жизни происходит буря или ситуации, это не для того, чтобы как бы наказать нас. Хотя любит каждого сына, которого наказывает. И наказывает всякого сына, которого любит. Но это не то, чтобы наказать, а привлечь к себе внимание, что то в доме хозяин. Любовь его открывается к нам не за наказание, а за того, что он привлекает к себе, чтобы поговорить. В этой ситуации и с Павлом, и с Ионой происходит одно и то же. Бог начинает обращаться к ним посреди того, когда они уже были. Один на земле, а другой в море. Римлянам 8 глава 30 стих. А кого он приопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Тех их и использовал для своей славы. Не для того, чтобы получить венец. Вау, какой я хороший. Вот теперь посмотрите, привлечь себе внимание. Я так страдал, так я все делал, так я поповедал. Нет, нет. Он прославил, чтобы они, эти люди, прославили Бога в том, что они делали. Посылаем потрясение. Где возможно много решений в нашей жизни. А у нас очень много решений. Пойти туда, сделать ток. Позвонить тому, где все сделают. Бог привлекает нас в этих обстоятельствах, чтобы сузить выбор для нас. И этот выбор оказывается только единственный. Крест и ответ только в нем. От широкого мышления в наших обстоятельствах. Куда, где, что, кому, когда. Он начинает сужать к этому выбору. И имя его, Ишуа. Второй карифенам, 10 глава, 5 стих. И всякое превозношение, восстающее против познания Божьего. И пленяем всякое повышение послушания Мессии. Мы пленяем каждую мысль, которая у нас происходит, когда, может быть, нас недооценили. Нас, может быть, не услышали. Нас не позвали. Мы пленяем послушание Мессии. 1 Тимофея, 3 глава, 15 стих. Чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем. Друзья, чтобы вы знали, как нужно поступать в Доме Божьем. В Доме Божьем, который есть Божья община, община живого Бога, столб и утверждение истины. Столб и утверждение истины не в твоем решении. Я так решил, и я пошел. А мне в другую сторону. А мне в другую сторону. Бог поставил что-то на земле, который говорит, друзья, услышьте, как должно все быть в этой общине или в другой, или в третьей, сколько бы их ни было. Я ставлю столб истины. Мое присутствие. Мой ответ. Моя молитва. И это то, что делать кооперативно, все вместе. Мы говорили о Татьяне. Она свидетельца вот здесь. Она всего лишь приходила, сделала записку о том состоянии здоровья, которое ее беспокоит. И кто сделал это чудо? Община? Индивидуум, который подошел к ней и прикоснул. Он говорит, примит. Дух Святой, примит. Или в обращении. Когда Бог говорит, я буду посреди словословия народа моего. И я буду делать в моем присутствии то, что я буду делать, и это мне принадлежит. Потому что я буду об этом говорить. Так что первое, что вы должны знать, что Бог больше посвящен и заинтересован в твоем предназначении, чем ты сам. Услышьте. Мы думаем, что Бог где-то недосягаем и так далее, и что Он не заботится о нас. Друзья, мы не заботимся так о своем предназначении, как Бог заинтересован. Я даю им простой пример делать. Бог называет нас детьми. Правда? Он говорит, я отец, вы дети. И Бог говорит, я обращаюсь как отец к детям. Я хочу спросить вас. Родители, отцы, матеря. Вы больше заинтересованы в определении ваших детей, чем они сами. Когда я взращивал своих детей, когда они были малые, я, будучи отцом, больше заинтересован в их здоровье. Но сопли текут, все, надо быстренько нос вытереть, давай, чай пей и так далее. А им все равно, они не заинтересованы. Я больше был заинтересован в правильном питании, чем они сами. Утром каша, нужно, хочу покушать. Аааа, хочу бутерброд, да, хочу там кусок хлеба. Али вообще ничего. Мы, как родители, заинтересованы о ихнем будущем. Они нет. О чистоте, о безопасности, о их сне. Ложили спать так, чтобы они выспались. Они не заинтересованы. Им бы фильм посмотреть, компьютер поиграть. В образовании они не заинтересованы. Друзья, честно скажу, в образовании они не заинтересованы. Только мы заинтересованы. В дисциплине они не заинтересованы. Мы заинтересованы. Так что я хочу сказать, Бог как Отец больше всего заинтересован в нашем определении, в нашем предназначении, куда мы идем, чем мы сами. И поэтому выставлять пост какой-то в этом стиле, что если ты ушел и никто тебя не зовет, значит правильно идешь. Это неправильно. Сегодня у Бога есть одно направление в твоем предназначении и благословении. Но при этом, если ты противишься, идешь против вражда, против движения, он все равно тебя любит. Услышите. Даже если что-то произошло в твоей жизни, ты не согласен, ты противишься, что-то ты там сделал, да? Меня не любят, меня не поважают, никто меня не зовет, никто меня даже не проклинает. Счастье великое, все, свободный стал. И скажу вам честно, он все равно тебя любит. Время не идет вспять, а только вперед. Бог будет действовать только в одном направлении, и это направление в будущем. Филиппийцам 3 глава 13 стих. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираясь вперед. Ни назад, ни в прошлое, он говорит, я иду вперед. Несмотря на то, что произошло, тот меня оставил, тот не принял, на меня наговаривают, я иду вперед. Но по причине нашего сознательного ухода от ответственности перед Богом в нашей жизни не происходит замена игроков на поле. Когда мы призваны в чем-то, и мы пошли вовспять, не происходит замена на поле, которое у нас называется благовестие, да, или там большой мир. Но и происходит нечто, используется принцип привлечения к Творцу обстоятельствами. И ты не дисквалифицирован, не удален, но тебя начинают подтягивать, чтобы тебя научить, предоставить тебе что-то большее, если возможно, чтобы не отдалять камеру от меня. Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. И устрашившись, корабельщики взывали каждый своему Богу, и стали бросать в море кладь с корабля, чтобы облегчить его. И он уже спустился во внутрь корабля, лег и крепко заснул. Лег и крепко заснул. Пришел к нему начальник корабля и сказал ему, что спишь? Встань, воззови к Богу твоему. Может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем. И сказали друг другу, пойдем, бросим жребий, чтобы узнать, за кого постигла нас эта беда. И бросили жребий, и пал жребий на Иону. Возможно, тем, кто проходит внезапную бурю после некоторых происшествий, не стоит провозглашать обетование. Друзья, я хочу сказать, если вы попали в какую-то турбулентность в своей жизни, ситуацию, которая происходит, где-то тебя там поддавило, ты там повернулся, как избушка-избушка, повернись ко мне, к лесу задом, да? Может быть, это так вот произошло в вашей жизни. Давайте не будем говорить, Господь пастор мой, я ни в чем не буду наждаться. Он покоит меня в злаших пасетях, ведет водом тихим, да? И если я пойду в долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что твой посох со мной. Давайте мы, может быть, на самом деле не будем так провозглашать то, что мы должны рассудить в себе. Библия говорит, посмотрите, верили вы, исследуйте себя, верили вы. А можно задуматься о том, возможно, причиной этой житейской бури являюсь я сам? Да, да, ну, конечно, мы-то понимаем, но когда-то происходит, да, вот, Иона начинает понимать, что бури происходят. Это Бог зовет, привлекает, а я уже в пути. И что делаем? Большинство людей что делают? Они не идут к Богу или там идут на исповедание, или, знаете, вот, вернуться к каким-то источникам, вернуться обратно и начать все заново. Они начинают делать нечто, они уходят еще глубже, еще глубже. Иона, видя, что происходит, люди выкидывают все пожитки, идет глубже, в трюм корабля и спать. Не тревожьте меня на рассвете, чтобы никто не догадался, что это за меня. Не надо. Надеюсь, что произошло следующее, когда выпал жребий. Тогда сказали ему, скажи нам, за кого постигла нас эта беда? Мы-то направлялись в правильном направлении. У нас была карта, у нас был маршрут, мы просто ехали куда надо. А ты откуда взялся? Чего сюда пришел? Они говорят, откуда ты идешь? Где твоя страна? Из какого ты народа? Люди иногда, вот знаете, когда наши верующие люди делают беду в бизнесах, да? То вопрос такой, кто ты? Чего ты сюда пришел? Какого ты вообще рода? Чего у нас в бизнес не идет? А ну скажи, что ты там наделал? Бывает такое, да? Люди спрашивают, а что, о нашей вере? Так что нам нужно идти не против, а тем путем, который Бог дает. Он сказал им, я еврей. Жду Бога небес, сотворившим море и сушу. Дальше. И устрашились люди страхом великими, сказали ему, для чего ты это сделал? Еврей, служу Богу. Для чего ты это сделал? Знаете почему? Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господня, как он сам им объявил. Происходит то, что мы иногда не можем контролировать. Бог не начинает говорить во время твоего бунта, во время твоего противостояния. Ты идешь против. Бог не начинает тебе говорить. И когда люди говорят, мне Бог сказал. Посмотрите, Бог не говорит в это время. Он производит ситуации, чтобы привлечь внимание, для того, чтобы человек осознал, что только Бог руководит всем тем, что происходит, чтобы привлечь внимание и направить тебя к тому предназначению, которое изначально ты получил во время своего спасения. Это нужно понимать. Бог не был зол на Иону. Он привлек его внимание. Послание к евреям. 12 глава 6 стих. Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, который принимает. Это слово бьет означает привлечь. Привлекает каждого. И этим инструментом может быть любое. В этом моменте, когда ты за бортом корабля, который шел своим курсом, тогда уже начинаешь вспоминать все свои согрешения. Тогда он сказал им, возьмите меня, бросьте меня в море, и море утихнет для вас, ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая беда. Помните, я говорил, что люди, которые идут против рожда или же против движения, они не только вредят себе, они не только ставят себя в опасность, они ставят в опасность всех остальных, которые двигаются правильным путем. Потому что следующее, что происходит, и так происходит у верующих людей. Меня никто не любит. Послушайте, меня, меня недооценили, мои дары, у меня призвание. И начинается этот, знаете, болтовня языком. Открыл рот и полилось. И люди начинают делать то, что делают эти люди. Кто ты? Что за наказание? О, Боже мой, что происходит? Мы с тобой связались, и вот, но мы будем стоять с тобой вместе. Мы будем пробивать эту стену. Мы будем подвязаться, и будем молиться, и мы пробьем, потому что обетование наше, и мы будем на нем стоять. Слушайте, но эти люди начали усердно гребсти, чтобы пристать к земле, но не могли. Потому что море все продолжало бушевать против них. Сколько раз мы пытаемся помочь таким людям, которые против вражна идут. Сюсюкаемся с ними, там еще, там еще. Вот мы и делаем, делаем, делаем. И они определились, кто виноват. Все, что нужно было сделать, и то, что делать, и он, а я покаюсь. Я каюсь, выбросите мне в воду за бортом корабля. А они еще помогают. Они еще рискуют. Люди добрые поначалу хотят поддержать его. Узнать все, все внутри. Спасти. Готовы погибнуть вместе с тобой. В этом бунте. С тобой молятся и рискуют, чтобы ты не погиб. Чтобы ты не погиб. И иногда те люди, которые идут против вражна, они не понимают, что все остальные борются за них, чтобы он не погиб. Но в этих обстоятельствах находятся. Повелел Господь большому киту проглотить иону. Они просто взяли его и выбросили. Потому что здесь дальше говорится. Взяли иону и бросили его в море. И море утихло. С теми, знаете, кто бывший верующий, можно говорить так. Когда ты прекращаешь с ними разговор по телефону, там далее, как далее. И ты смотришь, у тебя все стало мирно. Кто тебе лапшу на уши вешал, да, там, об общине, о церкви, о каких-то людях и так далее. Всякие сплетни тебя. Ты там постоянно с ними боролся против всех остальных, да. И только когда ты понимаешь, что нужно обрезать, поставить точку, и у тебя в твоем доме мир, в твоем бизнесе мир приходит полный шалом. И ты думаешь, фух, ну, Господи, пожалуйста, не мени, это мне в грех, что я отрезал всех моих, как бы, спасателей. Повелел Господь киту. Тогда, когда человек сдается и говорит, я понимаю, что ты за меня. В этот момент Бог всегда предоставит тебе выход. Второе, если ты должен знать, что Бог обеспечит тебя всем тем, чем ты нуждаешься, это когда тебе это нужно. В этот момент, когда Иона был за бортом корабля, выкинули его. По какой-то причине, не знаю, да, конкретной. Хотя понятно там, да, выкинули. В этот момент и Бог являет миром, потому что Он любит его и имеет свое предназначение, свою цель. Ему нужен Иона, больше никто. Ему нужен ты. Даже если ты идешь против вражина. Даже если ты идешь против течения. Он сделает так, чтобы развернуть тебя. Даже поглотить тебя, это большая-большая рыба. Какой род должен быть этой рыбы, чтобы проглотить Иону и не задохнуться. Это происходит не так, когда ты ушел в другую сторону, а когда ты смирился с милосердием Божьим. Когда ты перестаешь бороться против этого, соглашаяся, и Бог является именем. Это даже не ради тебя лично, но ради спасения тех, кого ты поставил под опасность. Не ради тебя, а ради тех, кто кричал, взывал к Богу, к этим людям, которые, может быть, были язычниками, но у них уже взывали к Богу, к которому поняли, что только из-за Него, из-за Ионы это происходит. Ради них Бог открывает рот рыбке, чтобы она наживку съела. Бог знает, когда послать бурю, чтобы привлечь внимание. Он знает, когда послать огромную рыбу, и сколько ты дней в ней пробудешь, и даже где тебя высадить в том месте, чтобы тебе было короче идти к тому месту, куда тебе Бог посылал раньше. Может быть, там обратно, куда Он пришел, чтобы уйти от Бога. Дальше 60-й стих говорит, это 3-я глава. А я голосом хвалы принесу тебе жертву, что обещал исполню у Господа спасение. И сказал Господь киту, и Он изверг, и Он на сушу. Просто, там молитва большая, там вот как Он попал туда в кишечник, сразу пошла молитва, ходатайство. Нормально, и не только ходатайство, благодарение, между прочим. Благодарение. Я благодарен также Богу, что мы служим Богу, который дает нам возможность исправить наши ошибки. Я очень благодарен Богу, что я могу Ему служить, потому что Он дает нам шансы. Богу, который дает шансы. Я обращаюсь к тем, кто потерял, именно потерпел короблокушение веры. Кто намеренно отказался идти к призванию. Те, кто подставил людей в опасном месте. А возможно, вас уже за борт выкинули, спасая собственные интересы. Я вам говорю, что у Бога есть к вам следующие слова. Четвертая глава, мне нравится, как начинается четвертая глава. Или там третья, извините, третья глава начинается. И было слово Господня к Ионе. Не во время, когда он бунтовал, не во время, когда он бежал и все шел против, а когда он сказал эти слова у Господа спасения. И было слово Господня к Ионе вторично. Встань, иди в Неве, город великий, и проповедуй в ней, что я повелел тебе. Я называю это благодатью. Лично я называю это благодатью. Сколько нам нужно давать людям шансов? Петр приходит и говорит, Ребе, сколько прощает днем моего ближнего? Семь раз? И шевает, семь раз по семьдесят. В год? Нет, на дню. Не, ну это так много. Сколько раз мне давать шансы? Столько, сколько Бог тебе дает. И шев говорит, я буду давать тебе не семь шансов, а семь раз по семьдесят. Чтобы ты достиг той цели, которой я тебя призвал. Когда ты раздражен, ты должен знать, кто Бог. В тот момент, когда ты раздражен, ты должен знать, кто Бог. Всегда будет шанс, но не обижайся. И не продолжай свой противный путь против Бога. Но обернись, вернись, даже когда тебя никто не позвал. Даже никто тебе не сказал, ну пожалуйста, вернись в общину. У нас для тебя есть одно маленькое местечко. Послушайте, тебе нужно двигаться. Приходит раздражение, приходит боль. Интересно, вот начинается четвертый стих. И он сильно огорчился этим, был раздражен. Чем? Он пришел, у меня говорит, шанс два, дубль второй. Не немея! Сорок дней и все. И каждый день. То есть, двумя словами, знаете, что он делал? Он не призывал суд. Он дал возможность им благою вести. Вы слышите? Другими словами, суд грядет, А вопрос, а что, что не произошло, что нужно? Ну и кто-то сказал, а знаешь, у евреев есть покаяние такое называется. Давай покаемся его Богу, и что-то произойдет. Они собрались с собранием, решили, что нужно каяться. Как в доме, да, помните, да? Петр пришел, проповедовал, и там весь дом как бы покаялся. Крестились нормально, не было же наказания, ни Петру, никому, да? А этот увидел, что те покаялись. Бог говорит, молодцы, отменяю. И человек расстроился сильно. Сильно расстроился. Я не шел против рожна. Я рисковал собственной жизнью. И потом начинает говорить, и молился, он год спустя сказал, О, Господи! Не это ли я говорил? Когда еще был в стороне моей? Потому что, и... Потому и бежал, Францис, ибо я знал, я знал, я знал, что ты Бог благой. Милосердный, долготерпеливый, многомилоздивый. Сожалеешь о бедствии. А у нас даже такие же люди, такие вот тоже так. После того, как возвращаются, начинают еще там, участвуют в благовествии, все. Люди спасаются, особенно те, которым делали больно, за борт кинули, да, их это самое. И поиздевались. И когда они приходят к Богу и говорят, только не он. Ну, только не он. Обиделся. Ныне, Господи, возьми душу мою, вот не тонул, а вот сегодня все, забирай душу мою. Не хочу. Видеть этого. Видеть, не могу его видеть, вот эту... Личность в этом, в этой общине. Не могу. Ты представляешь? Не могу. Не могу. Как так? Ну, как так? И сказал Господь. И говорит каждому из нас. Неужели это вас так сильно огорчает, друзья? Разве это так сильно вас раздражает, когда ваши враги каются? Даже если ты раздражен людьми, которые тебе враги, ты должен быть ему семьей. Не неве, которые были язычники врагами, в этот момент должны мы быть друзьями. Как это так? Знаешь, что твой Бог является Богом милости. И еще, говорит, такие слова. Матфея 5, я уже заканчиваю, 44. Я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас. Тетя Соня меня так ненавидит вообще. Что, мне торты принести? Ага. Ты знаешь, как она сладенькая любит? Господи, не это. Не-не-не-не. И там дальше. Молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Молиться, здесь получается в слове благословляйте. Господи, мой начальник, сволочь. Господи, дай ему по делам его. Он поднял перст на помазанника. Ты знаешь, как с этим разобраться. А может быть, наоборот, Господи. Ты знаешь, что он не знает тебя. Благослови его. Так, чтобы он понял, что всякое благословение приходит свыше. И это благословение откроет его сердце. Я могу сказать это слово покаяния. Луки 6, 27 говорит, но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящих вас. Луки 6, 35 говорит, но вы любите врагов ваших и благотворите. Взаймы давайте. Только недели. Только недели. Я готов благословлять. Сестра, благословляю тебя. Будь благословен. Но деньгами не в этой жизни. И не ожидайте ничего. И тогда будет вам награда великая, и будьте сынами Всевышнего, ибо он благ и к неблагодарным и злым. Подождите, что-то здесь неправильно с нашей теологией, наверное. Что-то не как у нас в Одессе. Да? Мы часто считаем, что происходящее с нами должно исправлять обстоятельства. Мы можем исправить обстоятельства. Но в истории Бог больше был заинтересован в состоянии Ионы, чем даже в самой Неневии. Бог заинтересован в тебе больше, чем ты заинтересован сам в себе. И все, что произошло тогда с Ионой, это не было ради самой Неневии. Хотя Бог знал совершенно, что будет с этим. Он был заинтересован сердцем человека, который был настроен против. Против всего. И даже против самого Бога. Мы же говорим, я знал, что ты такой. Но не пошел. Бог заинтересован. В нашем противлении Бог заинтересован в нас, а не в том, что мы так сильно расстроены. Он в нас заинтересован. Наши отношения к окружающим нас обстоятельствам, не сами обстоятельства интересуют Бога. Наши отношения к окружающим обстоятельствам, а не то, что Бог заинтересован исправить обстоятельства. Покаяние Неневии не меняло мышление Ионы. Вернее, наоборот, покаяние Неневии поменяло мышление Ионы. Как многие люди вокруг нас, связанные с обстоятельствами нашими, меняют нашу перспективу к самой благодати. Поэтому и мы в общине. Есть люди, которые с разным характером. И Бог вставляет нас в это тело, чтобы мы были заинтересованы в Нем, а Он в нас. И люди для того, чтобы нас привлекать к Богу, показать Его благодать. И я думаю, вопрос у меня звучит ко всем нам. От Ишуа. Хотите исполнить волю Мою? Ишуа говорит. Слушайте заповеди мои. Люби ближнего. Благословляй. Благоверствуй. Занимайтесь нищими, вдовами, сиротами. Стройте Мое Царство, которому я вас призвал. Все узнают, что вы мои ученики, когда будете иметь любовь между собой, несмотря на то, что вы взяли ежиков без рукавичек. Так похож на твоего соседа. Да, больно. Да, неприятно. Но здесь именно такая вещь. Может быть и непонятны слова, которые говорит тебе Ишуа, тебе кажутся таким странными. И ты поворачиваешься, идешь в другую сторону. Не только от Бога, а от общины. Потому что Бог говорит, я поставлю свою общину на камни, которые есть Мессия. И врата ада ее не одолеют. А знаешь, что, когда ты в одиночке, когда идешь против вражна, он тебя обязательно остановит. Даже если ты имеешь самое большое дерзновение служить Богу тем, что ты имеешь. Несмотря на все последствия, на все фатальные исходы относительно с другими людьми. Ты такой пробивной. Бог тебя остановит. Даже если ты сильно-сильно его любишь. Он тебе скажет, Савва, Савва, Нина, Ваня, Сема и другие. Трудно идти против вражна. Но нужно, извините, попой упасть на землю, чтобы понять, что нужно вставать и идти дальше. Или ты можешь просто уйти. И если ты идешь, и никто тебя назад не зовет, не думай, что ты идешь правильным путем. Не думай. А я сделал свой выбор и делаю с Петром Симон. Отвечает ему. Господи, кому нам идти? Куда мне идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы уверовали и познали, что ты, Машия, сын Бога живого. Если ты чувствовал в своей жизни, что ты где-то повернулся и шел против вражна. Сегодня этот шанс не говорит, что я правильно ушел, а сказать свой выбор. Я иду к тому, которого я познал, который меня полюбил до смертной, до крестной смерти. Умер и воскрес, чтобы оправдать меня, даже если я ошибаюсь. Община не является идеальной, но местом истины Божьей. По-человечески мы не идеальны, но столб истины посреди народа, который славит его. Я скажу, по этой причине. Бог отвечает на такие молитвы. На молитве, о которой говорила Яна. Почему? Народ. 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 Мы ставим чисто наши ноги. Если вы в нас первый раз, А может быть, вы где-то на каком-то пути уже, где-то в своем разуме, где-то нашла эта волна вещей, которые ты почувствовал, ты начал идти против. Против обстоятельств, которые у тебя сложились, имеется в виду против призвания, потому что понимаешь, что от тебя будут потом требоваться какие-то ответственности. Где-то, может быть, ты притормозил и хотел что-то раньше сделать, а теперь повернулся, как избушка на куриных ножках. И говоришь, ничего мне не надо. Ты такой страшный стал, что аж, может быть, неприятно с людьми тебе общаться. Может, по жизни у тебя все должно быть наоборот. Может быть, сегодня это слово к тебе, и ты хочешь раскаяться, сделай это на своем месте. Возможно, тоже просто поднять свою руку или положить его на сердце и сказать, а вот ты знаешь меня. Может быть, вы на самом деле первый раз в собрании, и вы не знаете Бога. Испытай, как Он благо. Как Он повернется и сделает свою работу. Не переживайте эту статику. Не переживайте. Давайте я просто подниму наши руки к ним и скажу, Абба. Где-то я ходил в противоположную сторону. Даже, может быть, я случайно, где повесили новый знак, а я этой дорогой ездил всегда, или ходил так, или поступал так. Я опять прошел против движения. И, возможно, кто-то мне из братьев, сестер сказал, послушай, не стоит так поступать, не стоит так делать, не стоит так себя вести. Повернись, пошли вместе. Это возможность повернуться и следовать вместе. Если тебя не звали, то сегодня я говорю вам, иди туда, где был он чалом. Где ты видел, говорил с Богом. Где ты переживал им. Эти обстоятельства, которые сложились, на самом деле, поговори с собой. Иди дальше. И я благодарен, Аббат, что сегодня это место, место не для огорчения, и даже не для обиды. Это место поговорить с тобой. Это место, чтобы сказать, «Ты мой Бог». Кому нам идти? Ведь ты имеешь глаголы вечной жизни. А мы направляемся в одном направлении. Одна вера, одно спасение, один Бог, одно крещение. И мы движемся вместе. Может быть, тернистый путь, но мы идем вместе в одном направлении. Будущее, которое уготовлено для сынов и дочерей Божьих, Иисус говорит, «Где я? Там и хочу, чтобы вы были». Направим путь. Вместе пойдем. И даже если трудности, даже может быть огорчение, может быть неожиданности нашей жизни происходят, давайте будем слышать Бога. Разве только из-за этого ты так расстроился? Сын мой, дочь моя, не стоит. Выбери мое направление. Мы уверовали, и мы познали, что ты Машия, Сын Бога Живого. Благодать спасен тобой, Рен был, ты позвал домой, это для нас. Вижу я, лишь для тебя. Спасен тобой, потерян был, но ты позвал домой. Ты позвал домой, но ты позвал домой. Открыл глаза. Ты позвал домой, ты позвал домой, ты позвал домой, лишь для тебя. Я слава, здесь мой Бог, твоя сила, здесь мой Бог, Твоя сила, здесь мой Бог. Твоя сила, здесь мой Бог, Твоя сила, здесь мой Бог, Твоя сила, Твоя сила, здесь мой Бог, и ты позвал домой. и если ты движешься двигайся с ним поговорить так так благословляй сынов израиля не те кто противится от тех кто называется сыновьями дочерями божьими а мы народ его народ царства его его присутствие и уговы так благословляй тех кто двигается со мной до благословить тебя господь и сохранить тебя до призрит на тебя господь светлым лицем своим помилуй тебя да обратить лицо свое господь на тебя и даст тебе свой шалом даст тебе свой мир повернется к тебе и улыбнется и скажет сын мой дочь моя добро пожаловать в дом мой мою скинью присутствуемое мол Бог говорит ты мой двигайся со мной я покажу тебя удивительное невероятное может быть это невозможное потому что у меня только намерение только я знаю намерение о тебе они во благо не назло не назло но и 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 2018 год это год веры год поста молитвы и поклонения и и и и и и и и Продолжение следует...